Что ты попросил у Деда Мороза в новом 2021 году? Пощады! Так шутят белорусы. А теперь поговорим серьезно. Привет, меня зовут Яна и расскажу вам про празднование Нового года и Рождества и ограничения, связанные с коронавирусом в празднике. Коронавирусная инфекция не могла не оказать влияния на проведение новогодних утренников в школьных и дошкольных учреждениях Беларуси, которые традиционно проходили в декабре. Ограничения на посещение данных мероприятий были введены в столичных садах и школах. Свои рекомендации по проведению утренников в садах и начальных школах были установлены и в регионах. Например, было ограничено присутствие родителей и родственников на большинстве детских праздничных мероприятий по всей Беларуси. В свою очередь, пора зимних каникул стала возможностью для проведения дезинфекции в учреждениях образования по всей стране. Так как декабрь является порой рождественских праздников, то и католическая церковь выступила с обращением к пасты, в котором сделала акцент на том, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной под небе коронавируса, заботясь о духовном и физическом здоровье людей, в Минском Могилевской епархии отменяются традиционные рождественские встречи и деление оплаткой с участием иерархов. Из последних новостей. Минздрав запустил акцию «Новый год – домашний праздник», чтобы напомнить о мерах безопасности во время пандемии COVID-19. Врачи рекомендуют проводить все праздники дома, в кругу семьи или на свежем воздухе. Но Александру Лукашенко все нипочем. На молодежный бал во Дворец независимости по его распоряжению пригласили 314 юношей и девушек из разных регионов Беларуси. Среди них стипендиаты спецфонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Также гостями праздника стали Александр Лукашенко, министр культуры и образования Анатолий Маркевич Игорь Карпенко, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Все участники были без масок. Они утверждали, что незадолго до балла сдавали тесты, что вовсе не гарантирует, что среди присутствовавших не было заразившихся чуть позже. Также Лукашенко открыл главную елку страны, куда были приглашены более 2300 ребят из всех регионов Беларуси. В их число вошли дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в опекунских и приемных семьях, а также воспитанники кадетских училищ, дети семей беженцев, победители олимпиад, творческих конкурсов. Большинство детей, как и сам Лукашенко, были без масок. Мы продолжим информировать вас про ситуацию в Беларуси, в стране, правительство которой официально признает эпидемию коронавируса, только когда это ему выгодно. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях.